Две самые основные нагрузки, которые испытывает самолет во время полета, это сила притяжения земли и компенсирующая ее аэродинамическая подъемная сила крыла. Они воспринимаются силовым набором крыльев и частично фюзеляжем. С момента начала движения воздушное судно вообще подвержено десяткам нагрузок. Последние нагрузки на шасси и центр план, возникающие при посадке самолета. Чтобы пилот сорвал аплодисменты в финале полета, вот таким образом шасси тестируют неоднократно. Испытания проходят все детали, которые сходят с конвейера «Гидромаша» крупнейшего предприятия в России по разработке, производству и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов. Наши шасси выпускают при посадке самолета Яковлева, Илюшина, Туполева, Антонова, Микояна, Сухова, модификации вертолетов ферм Камова и Миля. Здесь были спроектированы и изготовлены шасси даже для космического корабля. Делается все руками ведущих специалистов. Руководство заинтересовано в сохранении сотрудников и в привлечении молодых кадров. Разменения, конечно, очень большие произошли. Даже взять наш цех, произведен капитальный ремонт, смотри, евроок, инструмент новый получили. То есть условия труда намного лучше. Взять по всему заводу, смотришь, кругом одни новые станки, оборудование. То есть завод чувствуется, что совершенствуется. Ну а по условиям труда, и отдых у нас есть, солнечная поляна, свои пансионаты, строится для молодежи дом для молодых специалистов. Так что завод развивается. Есть перспективы работы, есть перспективы развиваться как молодому, действительно, как специалисту. Что касается социальных норм, ну думаю, что помощь предприятия и профсоюз оказывают и социальные, и много-много перспектив. Стратегическая задача завода – укрепление позиций на мировой арене. Этого можно достичь за счет постоянного участия в крупных международных проектах и оставаясь лидером на рынке. Для этого необходима дальнейшая модернизация. Чтобы поддержать нижегородские предприятия в сложной макроэкономической ситуации и облегчить им процесс кредитования, Валерий Шанцов принял решение лично провести переговоры с банковским сектором и правительством России. Сегодня кредитные ресурсы, после того, как приняли новую ключевую ставку, они стали практически недоступными для предприятий. Мы сейчас обратились в Центробанк с просьбой рассмотреть этот вопрос, потому что мы можем в погоне за решением каких-то экономических задач потерять реальное производство, затормозить его модернизацию, и тогда некому будет брать кредиты. Вот это вот мы сейчас со всеми специалистами проработали эти вопросы, и будем реализовывать и просить правительства реализовать целый ряд мероприятий, которые бы помогли нам решать эти задачи. По программе импортозамещения объем госзаказа на межгородских оборонных предприятиях в 2014 году уже вырос на 30-70%. В следующем году глава региона ставит задачу для повышения конкурентной способности увеличить долю инновационной продукции межгородских предприятий на 15%. Анастасия Рябова, Михаил Горняков. Объективно. ННТВ.